насколько действенные приемы из гачи муча это на самом деле ну как бы уникальность блин чувак мне страшно правда чё работаем не покладая рук а ну чувствуешь я чувствую холода а да ладно да наконец-то ну еще такое эхо вдалеке есть но не сравнить то есть я уже драчу его все можно сказать что это благодаря тем врачам 100 процентов 100 процентов все что не делается все делается не просто так и данная ситуация меня на кое-что вдохновило в общем тема какая в общем я ж пе***йся тут у дяди лёни честно признаться то есть несмотря на то что я как бы спортивный человек и занимаюсь борьбой вот со страховкой и падениями у меня присутствует некоторые проблемки то есть падаю я не идеально потом я такой еще вспомнил как год назад помнишь когда мы деда пупа морозов снимали короче перед этим там когда мы должны были ехать в москву в питере прошел дождь а потом короче такой легкий минус и сильный ветер короче и в общем вот прямо асфальт превратился в каток и я вот такой сумкой иду вот такой вот огромный вот иду и перебегая дорогу в неположенном месте потому что торопился и короче просто ваще чувак чуть ли ноги свои не увидел так вообще просто я думал вот старше умер бы спину растянул я помню мне там гочи массировал короче мне там саня диклофинак в жопу колол или что там было ну короче пиздец прихватила так как бы сложив вот эти два обстоятельства и как бы ты же сказал не просто так что холодновато до 100 я сейчас начнется вот это гололистика вот это вот короче вот эти все изморозь то есть вот я не знаю как в москве но в питере это очень актуально и короче собственно я подумал обратиться к мастеру спорту по падениям и правильным страховкам дабы он нас научил грамотно и рационально пиздякаться на землю то есть вот приземляться то есть ты такой летишь и так хочешь там сгруппировался оп такой как бы ничего себе не повредил полезно конечно актуально особенно для бабушек во все времена и для дедушек хочу для бабушек ну человек вода просто я не значит камень камень и вода блять как да мы сейчас берсерк зеленого зачем взял сюда на статного этого забугорного не бери трубку он продал нас кинул блять наши прекрасные российские реалии ради вот этой блять мечты американской ну да он тянет тоже будет еще приехал я в ночью пишу я говорю там 4 спрашиваю такой я приехал час назад и гулялка блять сколько лет сколько зим пойдешь видео снимать он будет пойду соответственно дать тему дед же нам нужен как бы старый также хочется сказать что это не простое видео это коллаборация дяди лени подписывайтесь тоже его там поощряйте комментарии будет у него будет классный ролик в общем он будет показывать как людей в разной одежде ни хера себе я взял всяких шмоток вот он у меня огромная сумка взял огромных огромных взял разных шмоток он на разных будет показывать всякие мульки приколюшки как там душить пуховиком давать пизды футболкой такие темы полезные нужны дядь лёня готовский и сегодня он нам покажет насколько действенные приемы из гачи мучи гачи мучи приплел я не знаю что такое сложные слова но звучит не очень честно говоря я уверен что витя в блуд нас не ведет хотя попахивает каким-то маслом масляным в общем вот эта тема пацанская тема ну и все как скажешь ну очень как обычно свете свяжешься непонятно куда затянет он нас но не стойте очень действительно будет снимать интересные вещи различные падения на твердой поверхности очень гололед на моем канале вы сможете увидеть как я буду мучить электро используя обычные вещи от которого он так вот активно пропагандируют лёха давно не видите да был в командировке и так надеюсь это полезное видео будет для вас такой же радостный как вот не знаю сотка найденная в зимний кур это слушай на глаза зацепили за ту ветровочку где и взять подскажи пожалуйста слушай мужик это новинка она еще не выложена то есть это вот я ее тестирую по сути это эксклюзивный ватник дивный ватник просто сротейший летучий теплый как объятия матери короче естественно это наша разработка в ассори на 4 жестко жестко да собственно будет в лучшопе соответственно это одна из новиночек вот этих и более утепленных на зиму что-то вот знаешь что-то странное начинается потому что мне кажется что во время непосредственно самого падения вот так вот размяться не успеешь понятно что можно сейчас упасть да ну нам сами надо еще впереди впереди рабочий день так сказать мне честно говоря страшно ну вот падать особенно если мы сейчас еще пойдем на улицу ну для меня это вообще типа при том что это прикинь я метр семьдесят а вот тебе упать ничего не видно не вообще а прикинь вот ты шмякнешься с высоты своего роста это же как с пизанской башни упасть птичьего полета и так если вы внимательно следите за моим творчеством то вы наверняка видели что я приобрел себе новую машину соответственно старую я продаю то есть отпускаю зачем мне две машины я же не мажор прости меня господи поэтому кто заинтересован в покупке бэмбо x3 проходите пожалуйста по ссылочке в описании там будет объявление возможно вас зацепит возможно вам нужна тачка тачка хорошая служила верой и правдой то есть породов потому что захотел обновиться проходить надо как говорил джеки чан надо сразу свою потенциальную энергию перевоплощать в кинетическую когда падаешь сразу в кувырок я просто видел что она я смотри у нас вот сейчас гололед так ты не будешь вперед как ты будешь падать назад значит значит назад и кувыркаешься еще метров 30 а еще был случай в общем ну есть такой челлендж что за зиму ни разу не упал был високосный год и в общем 28 февраля я такой думаю зима кончается я ни разу не упал и перед качалкой пошел в магазин короче и накупил на акции по акции там каких-то лимонадов еще что-то у меня шмотки спортивные куча всяких там приблуд для тренажера короче вот такая сумка опять я выхожу короче из этого самого из магазина должна быть становая тяга чувак ударяюсь коленкой мне коленка болела года два наверное после эти серьезно говорю мне было 23 24 вот в этом диапазоне и это был вот последний день високосного года 29 или 28 какой там короче это просто я почему просрал челлендж слушай нет я достаточно аккуратно хожу мне кажется аккуратный трезво поэтому не вне вспомнил зимой конечно бывает вот прям чтоб ноги увидел как фильме хардкор да это каскас плей такого нет честно говоря я не вспомню когда я падал был одни комичный момент на самом деле зимой кстати подошел к машине машины поставили сугроб между сугробом пробираюсь к двери у меня ноги просто под машину уехали я успел расслабиться и сделал такое падение на сугроб в этот момент я смеялся улыбался на то что это просто было такое мягкое скольжение на сугроб я понял что нет смысла там цепляться там какие страховки делать просто принять эту данность обычно вот когда люди идут они подскальзывают они подскальзываются ногами вперед можно споткнуться нам потом подставить руки выставить окей но вот это именно вот подскользнуться и упасть назад то есть именно вот как подстраховаться от этого первое что нужно знать это не падает на выставленные конечности и стараться так сказать смягчить удар ноги прижимать себе либо подворота прижимать себе либо вообще уходите урок назад либо уходить поворот вперед если с н rc чтобы во время падения не выставить руку мне кажется это прямо психологически сложно то есть когда же падаешь но хочется и рады да именно выставить вот именно конечности которые зачастую не очень сильные даже навыка выставить их надо чтобы это был ни жесткий упор чтобы это было такое либо скользящее скользящие движение либо движения рукой плаш мя но не амплитудном то что можно Osman für са руку серена две каталоги важно падая чтобы не было таких фтыканий Чтобы прямой руки не было, здесь тоже, чтобы прямого действия не было, потому что это просто отбивает сустав, это ломается, там, включится, плечо вылетает и так далее. Соответственно, если он падает, то мы падаем вот на это место, да, и еще и рукой страхуемся. Зачем вот этот удар? Потому что, ну, многим он непонятен. То есть я, когда впервые пришел на борьбу, думаю, а что они все стучат по татаме? То есть у меня была первая мысль, типа, зачем они, что они обозначают этим? То есть первостепенный вот этот удар, он, как бы сказать, чуть-чуть останавливает падение. Если идешь и руки в карманах. Именно поэтому не надо держать руки в карманы, потому что ты просто не успеешь, просто придется втыкаться. Передвигаться по унису. Нет, ну ты идешь спокойно, просто руки должны быть свободны, они не должны быть выставлены, так сказать. Поэтому, в том числе, если мы в руках тащим телефон, барсетку там, да, или там включат машину, то, конечно, все это сразу разлетается. Подарки здесь с неба сыпятся, в общем. Нет, ну просто холодно, и ты идешь такой, хоп, и тут подскользнулся. Если так подскользнулся, то тогда ничего не остается, кроме как, если руки действительно заняты, да, принять смерть, но все-таки сделать группировку. Ну, условно, вот такое движение. Я стараюсь растеть, ну как, я стараюсь ноги не упасть сплошмя, вот как-нибудь там. Вот так, видите, я упал, ну прямо у меня сейчас голова даже стряслась, да? У меня после каждого падения стряхивается голова, я прямо вот чувствую, она даже чуть-чуть, если несколько раз так упасть, она начинает болеть. Словно говоря, я осыпаюсь. У меня, видите, ноги даже улетают, потому что... А голову не надо прижимать? Я прижимаю голову, подбородок, естественно, я не падаю, затылка, подбородок прижат. Но я не останавливаю свое действие, не останавливаю движение, то есть пусть инерция вращения или падения уходит. Это у меня руки? Конечно, страховаться с руками в карманах, это, честно говоря, такая утопичная история. Меня встряхивает. Вперед даже проще упасть. Вот смотри, вот мы, вот я здесь нахожу. То есть колено во внуке? О-о-о, да-да-да-да-да, вот. Ну руки за хорану сейчас встаем, представляешься? Это на самом деле, ну как бы уникальная ситуация. Ну попробуйте, вот, ну, прямо сейчас вот руки в карманы уберите и попадаете, то есть, ну, это не так просто даже с точки зрения психологии, то есть, ну, такой мозг говорит, бля, вытащи руки. Ладно, давай сейчас взорвем сознание людей, да? Падение вперед. Конечно, чтобы сейчас упасть плашмя вперед, еще и безручные руки в карманах, это вообще чудовищная ситуация. В любом случае, конечно, сначала приходится на колени движение, да, подкнули, сначала подкнули, таз вперед, смотришь, вот это движение мужское. Да, мужское, это движение. Головами столкнемся. А еще мы трое хорошо смотримся, если мы это одновременно сделаем, все-все-все. И подкнемся головами сейчас. В общем, смотрите, таз вперед, голову отворачиваю и делаю из тела дугу, коромысло такое делаю. То есть, я когда сейчас упаду, нужно закинуть бедра так же наверх, смотри. О, я не хочу. Я падаю, дядю. Я не ударился головой. Не, нормально. Не, я нахуй сейчас. Не, давай по-харду. Ты отбил плечоси. Да. Ну, вон, автоматом составляется просто. Да ты вот сами держишься в пол. Нормально, нормально. У меня руки сейчас в карманах стоят, да? Что у меня? Я камеру подержу пока. Да не, 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 я нормально держу. Давай. Вот, вот, вот. Не, ну в целом понятно, то есть вы обдерете щеку, но вы не сломаете себе лицо хотя бы. Варианты какие? Вот это дуга, так сказать, коромысло вот это, да? Либо вот такое скручивание, когда ты осыпаться должен. Ну, типа, все, я понял, ты толкаешь, а я все, давай. Готов? Три, два, один. Динам. Нам этот дунг так не помер. Бля, охуенная тема, ты с детства, только назад надо делать. Нет, слушай, я кувыкаюсь. Коли, кто так делал? Давай, давай. В школе назад толкаешь. Значит, достаем руки из карманов. Ну, такие базовые падения, в основном, да? То есть у нас две опоры, я убираю одну из опор и, соответственно, приземляю. Приземляю, смягчаю, во-первых, пристанно смягчаю, да? То есть вот так вот. Вот я прям максимально мяхнет стараюсь сделать. Конечно, это можно сделать больше вот так с подвросом ног. Можно сделать это и вообще с кувырком. Опять же, я был тут. Иду, 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 у меня ноги улетают. Просто задавали, а типа, ты там падал? Или там, а как ты падал? Вот бывало так, что ты подскальзываешься, тут раз уже на ногах стоишь. Потому что это инстинктивное движение, и примерно это так выглядит. Вот там, условно, у меня ноги улетают, да? Вот они у меня. Я раз, только улетаю. Оказывается, я уже встал. Ну, примерно. И поэтому так и бывало. А бывало так, что подскальзываешься, и ты там в воздухе, я говорю, там, поясни. Оп, и такой, оп, и на ноги приземлился. Если мы говорим о подскальзывании, то, как правило, ноги улетают просто вперед. Здесь нужно вовремя чуть скрутиться, чтобы на полубок лечь. В общем, бирюльки закончились. Мы на мягкий пол-то попадали, на уютный, вот тут вот в тепле. И сейчас мы выходим в суровый реалий. То есть с дивана мы сейчас поднимаемся и идем на улицу. Как пилокаста, мы берем это на улицу. Мы берем это на улицу и несем сюда, ожидая, что скажут города. Тут что мы теперь делаем? Нет, Лёня заметили? Набр ал, кстати. Не, ну утепляемся, а что? Правильно, правильно. Вверх мы должны показать, как мы падаем вперед, если что, вот, ну, вот, вот, там, вот, споткнулись в одном бордюре, да? Ага. Ну, на травке, понятно, удобно. Кстати, там в зале не обсудили падение вперед на руки, когда, знаешь, когда руки свободны. Мы там все сделали то, что без рук, а здесь придется делать с руками. Тяжело, очень легко, в бою, как говорится. Что все, падаем? Да. От прямой волны отходи. Чтобы я не рассыпался или что? Дорогу мы лабим. Чтобы нас не зацепило. Вот есть там, скажем, ты на меня двигаешься, да, и люди начинают пятиться назад. Если мы шарко ногами при отходе назад, то мы вот в этот момент как раз спотыкаемся. То есть при отходах назад нужно всегда чуть пяточку выводить назад, чтобы чувствовать всегда опору сзади. То есть всегда задняя нога, как это понять? Нужно немножко пятки поднимать. То есть если мы отходим назад, мы всегда опуткнулись, да, то есть у нас всегда будет больше возможности, так сказать, принять решение. что я во что-то вредался. Если я начинаю вот так пятиться, то оп, оп, все, я падаю, да. Будем считать, что мы не дядя Леня Готовский, мы шаркаем. Соответственно, первое действие. Вот словом говоря, оп, поткнулся, таз. То есть как на стул, по сути. Да, просто таз увел назад, руки подал вперед. Когда я подал руки вперед, я либо зацепился за противника, либо за что-то, да, и таким образом себя удержал. Либо, опять же, если я руки подал вперед, то я уже могу чуть повернуться вбок и мягче упасть. Если я отступаю, то только лунный поход, как Майкл Джеккл. И тогда упираешься пятками, оп, пошел. Ложиться круто, прям, вот как надо, короче. Мне кажется, как бы я падал, ну, наверное, бы что-то вот такое, на бок бы куда-нибудь я падал. Ну, ты парень тоже не из больницы вышел вчера, понимаешь? Ты же все-таки тоже понимаешь, как падает. Ты паркуром занимался. Ты целыми днями занимаешься на турниках. Я только и не посмотрю, что он возле подъезда и на турниках. Ноги уезжают вперед, чуть небольшое скручивание и, соответственно, растекаемся по поверхности. Словно говоря, я был где-то тут, нога уехал. Я сейчас даже без руки, видите, сразу ноги поднял вверх и опять же на бокс вернулся. Я был тут, у меня нога уезжает. Я без руки это делаю, мягко скручиваюсь и, соответственно, растекаюсь по поверхности. Даже рукой здесь бить не нужно. Блин, чувак, мне страшно, правда. Вот сейчас прямо реально вот, ну, руки в карманах, окей, все. Но сейчас, типа, страшно стало. Мне кажется, я не дорабатываю, если честно, то есть, ну, аккуратненько, страшно. Мы просто падаем, как бы сказать, неестественно. Естественно, ноги улетают и все. Мы так немножко, как бы, страхуемся. Опять же, это я, видите, я чуть присаживаюсь. Это я присаживаюсь и делаю, а так-то, конечно, ноги выносят. Но, я говорю, колени к груди. Чем выше колени к груди, тем меньше, чем мягче падение. Парк двигателя на пределе, ясно, солнышко на прицеле, помешательство мотелька. 35 плюс у тебя падение такое. Да, да, уже 35 плюс, между прочим, уже можно и не встать. Опять же, это такие падения мы рассматриваем, будем говорить, так, спортивные, когда человек, понимаешь, там, типа, КМС или там. Нам трудно разыграть, ну, как бы, вот именно реальное падение. Но вы попробуйте сами упадите, типа, прям наотмашь. Это, как бы, ну, сложно. В том числе, на твердую поверхность надо осыпаться. Такое, что я падаю, и я еще не упал на землю, а я уже свои ноги вижу. То есть, вот, я такой понимаю, сейчас будет, бах. И ты просто падаешь, и дыхание, ты, там, отбил жопу, сердикулит очка начинается. То есть, и ты такой, вот это вот. Ну, понятно, что это, как бы, такая патовая ситуация. Я не знаю, в воздухе, когда вот тут ноги, ну, типа, перекрутиться, конечно, хорошо бы, но... А, ну, собственно, вперед падение. Вперед падение такие, условно, ноги вытаскивают назад, да, там, и либо, там, шел-шел, споткнулся, да? Как я падаю вперед? Ноги задержались, задержались, я пошел. Поворотчик вперед сделал. Давайте не осыпемся даже, а все-таки приземлился на руки. Просто есть определенный принцип приземления на руки. Как смягчить это действие? Не надо руки оставлять под грудью, под животом, потому что носу можно воткнуться в асфальт. Соответственно, руки нужно чуть-чуть выставлять чуть дальше лба. Делать такой своего рода треугольничек, да, то есть приземляться на руки. И размягчать ладонь, предплечье, а потом уже локти. Опять же, я был тут, и у меня тут движение. Вот, видно, я смягчил. Пацаны так отжимаются, я имею в виду. Вот, вот такое движение видно. Очки не разбидаются. Я на траве могу, ну, на асфальте я обдерусь, мне кажется. Ну, давай, да, на траве. Давайте на траве начнем. Стоим мы на коленях уже, так сказать. Ну, и, собственно, падаем. Падаем мы не плечом. Ну, если мы с зажатыми руками, ну, конечно, придется только плечом падать, да? Хорманы. А, ну ладно, хорманы. Хорманы, кайф. В этих свадебных штанах как бы решил поссать за гаражом, чтобы брызги не попадали, как бы, ну, типа, сократил, короче, эту высоту падения. Типичная ситуация, так сказать. Абсолютно, вообще рядовая. Скучный вторник. Да, сплогнули, пошли. Ну, давай, Лех. То есть я не коснулся, не лезь. Я снимаю. Многим вещам с правильным тренером, так сказать, педагогом, инструктором, профессором, экспертом. Если вы контактируете, то, что он вам показывает, все это работает и в реальной жизни. А грамотного тренера где все взять? Я рекомендую зайти на онлайн-платформу Line Online Academy и приобрести онлайн-курсы по соло-дрилсу. Это подводящие упражнения бразильского джиу-джитсу. Вообще, в целом, вы видите массу экспертов на онлайн-академии. От вольной борьбы до тайского бокса, грэплинга, ММА и так далее. А если я в Москве, то и в зал сходите? Непосредственно на практике вы можете приходить к нам в зал GMG Line Academy. Скаковая 36, метро Белорусская. Короче, ладно, без рук, все, пошли со стойки. Ну, понятно, мы немножко это дело читируем, так сказать, да? У нас чуть колени вперед пойдут, мы откидываемся тазом назад. Но все равно, ну а что делать, ситуация, да? То есть я такой решил, короче, комично упасть. О чем мы говорим, вот руки у нас заняты. Опять там падение какое-то у меня, во. Вот это классное было сейчас. Я без рук, видно. У меня руки в карманах, за ключами полез. Опять, ну что тут. Обязательно ноги вот туда, потому что она инерция, все, я пошел сюда. Короче, ноги нужно по сути расслабить. Да, без рук. Теперь с рукой то же самое. Опять же, там что-то я споткнулся. Но опять мягко все тоже, я рукой раз съехал сюда. Ноги уехали. Ноги уехали. Вот сюда вот тоже опять же. Уехали, подбили ноги, не знаю. Ну, подбили, условно. Подбили. Видно? То есть моя рука съезжает сюда. Я на боку лежу. И опять, на ноги эти подлетают все время. Собственно, сейчас вы посмотрели подготовительное видео к суровым российским зимним реалиям. Это прямое подтверждение тому, как бразильское джиу-джитсу и в принципе любая борьба работает в реальной жизни. То есть, видите, боевое искусство можно адаптировать даже не под ситуацией, когда вас там убивают и сбивают, а просто вот под банальные вот такие вот, как бы там, потери равновесия, потери концентрации, ну и всего вот, собственно, в этом духе. То есть это действительно помогает не ушататься и дает вам на уровне даже инстинктов понимание того, как вы можете там вот сгруппироваться, приземлиться, упасть, все в этом духе. Соответственно, занимайтесь единоборствами, учитесь падать, потому что в жизни это может пригодиться. Все мы падали, все знают, как это неприятно, падать надо уметь. Спасибо огромное дяде Лене Готовскому за то, что как бы свои 40 лет пошел с нами на газон, попадал, короче, и показал, как это делается реально. То есть, я думаю, ему тоже было интересно. Мы привыкли ходить по татами, босичком, в тепле, в комфорте, в специальной одежде спортивной для там джиу-джитсу, самбо и так далее. А вот интересно, как это все работает, вот эти падения, там, в кофте зимой на асфальт, там, не знаю, такое, такие обстоятельства, такие обстоятельства. Вот поэкспериментировали, с мамой было интересно, и с Витей, собственно, обсудили. Ну и кое-какие я свои навыки передал, попробовали, по-моему, все получилось. Намного страшнее, когда падая на улице на спину, вы начинаете видеть чужие.